Тюменские архивы готовятся обнародовать фронтовые письма и документы времен Великой Отечественной. В коллекции хранителей рукотворные свидетельства почти целого десятилетия, с 1938 по 1946 годы. Всего около 2000 писем солдат, не вернувшихся с войны. Фотоснимков, открыток оказались в руках архивистов в начале 80-х. Подробности у Татьяны Воротиловой. Мы попадали в окружение, но сейчас находимся на своей стороне. Писать много нельзя. Фашист зашел далеко, но найдет он смерть на советской земле. Живите спокойно. Мы врага погоним назад. Последнее письмо солдата Ильи Зройчикова, уроженец деревни Преображенко Ромашевского района, пропал без вести в декабре 1941-го. В каждой строчке ощущение гибели признаются сотрудник госархива. Татьяна Белоусова уже научилась читать между строк тексты, которые проверяла военная цензура. Письма все, они очень спокойные. В нашем представлении мы хотим открыть и увидеть какие-то баталии военные. Ничего подобного. То есть открываешь и понимаешь, что человек находится в таком тяжелом состоянии, что он пишет о доме, он все беспокоится. Коровец, запасите хоть сено, хотя бы воз. Артиллерист из Галышмановского района Герасим Садовщиков погиб в концлагере. И в этой папке вся информация, что осталось о нем. Самая объемная история о войне в весточках родным солдата из Тюмени Аркадия Соколова. Учитель по образованию на подробности не скупился, а личная встреча с фрицами писал так. Сам фриц-студент не знает Менделеева, Дарвина, Ломоносова, не знает большинство композиторов о писателях и говорить нечего. О Карле Марксе имеет очень неверные представления. Энгельса не знает, Тельмана слышал. Ленина и Сталина знают. Зато фриц знает Наполеона, Македонского, Суворова, Кутузова. Письма из плена отправляла маме и сыну 20-летняя тюменка Екатерина Костылева. Как ей это удавалось, неизвестно. Каждый клочок бумаги шел в дело. Например, этот упаковка от солдатской каши. В областном архиве почти 2000 треугольников открыток личных документов с фронта. Их принесли родственники в начале 80-х годов, когда архивисты решили выпустить книгу, строки, написанные войной. Только часть писем фронтовиков Тюменской области попала в издание. Здесь тоже была своя цензура. И очень много имен не было включено по разным причинам. Книга была издана в 85-м году. А реабилитация у нас только в начале 90-х произошла тех, кто попали в плен. Это те граждане, которые относились, так скажем, к категории неблагонадежных граждан. Но при этом они ушли защищать свою родину. Книгу переиздали в 95-м, а сейчас готовят электронную версию. Все письма будут в открытом доступе на сайте Госархива Тюменской области. А уже в конце мая откроют выставку, на которой впервые все желающие смогут прочитать последние откровения наших солдат. Татьяна Воротилова, Евгений Доценко. Тюменское время.